На татарском языке в свое время писал Мусаджалиль, Кабдулла Тукай, Сибгат Хаким и многие другие. Тем самым они показали всю красоту и очарование родного языка. Но время проходит, люди начинают забывать предков в культуру своего народа и величия языка. Так, 26 сентября в Тенах Институтной филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого вот уже в пятый раз стартовали курс татарского языка для населения. Народ всегда делает все возможное, чтобы сохранить свой язык, чтобы обучать этому языку, чтобы была возможность изучить этот язык. И, конечно же, мы хотим распространять свой родной язык, татарский язык. И мы считаем, что в рамках государственной программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Республики Татарстан проводится очень много мероприятий. Одно из этих мероприятий заключается в организации таких курсов. Возрастные, профессиональные и, конечно, языковые барьеры стираются в один миг, вне зависимости от уровня знаний. Курсы татарского языка интересуют не только жители Республики, но и студентов Казанского федерального университета и стран ближнего и дальнего зарубежья. После того, как запись прекратилась, звонки идут, люди хотят изучать татарский. И у меня вот лично в моей группе не только татары, есть русскоязычные, есть казахи-магистранты, есть девушка-чувашская национальность, то есть разных национальностей. К каждому из учеников преподаватель находит свой подход, преподносит какую-то важную и интересную информацию. Два часа для них проходят совсем незаметно. И каждый раз они живут в ожидании очередного занятия, чтобы получить все новые и новые знания. Стабильность в обществе и коллективе всегда определяется благодаря взаимопониманию, ибо язык испокон веков играет не столь коммуникативную функцию, сколько становится фактором стабильности и негосплоченности. Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универньюз. Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универньюз.